Бодрейшего времени суток, друзья! Есть у меня такая традиция хотя бы раз в сезон проводить свое утро у здания Кабмина. Но сегодня я там не поймаю ни одного депутата. Только потому, что они немножко сменили локацию. Сегодня большое обращение Раиса Торстана ко всем депутатам, гражданам, поэтому они все там, я их буду ловить уже нетрадиционной для себя локации. Попробую, посмотрим, что получится. Доброе утро, можно вас на секундочку буквально? Тороплюсь. Да верю. Кто ж не торопится на такое событие? Даже я торопился. Как обычно, всегда новых посланий. Новых посланий и новых эмоций. Вот так вот. Доброе утро, проект Татарстан. Да, скажите, пожалуйста, что вы сегодня ждете от послания Раиса Татарстана? Вот так, давайте, давайте. Он у нас шеф, он вам все расскажет. А шеф вот что-то... Хитро меня как будто обвели немножко. Ждут, ждут, спасибо. Ждут, так всех ждут. Вас ждут. А от меня контент ждут. Будут, наверное, я думаю, экономические вопросы. Я жду задачи, которые нам предстоит решать. Ну, как всегда, большого позитива, как всегда, забота о Татарстане. Мы сегодня ждем постановку задач. И, безусловно, я думаю, большое внимание будет уделено блоку социальной политики. Скажите, пожалуйста, что вы сегодня ждете от послания Раиса Татарстана? Ну, в первую очередь, наверное, уверенности в нашем будущем. Завдушный мне, как говорится. Как минимум, отчет и планы на текущий год. Все позиции, все задачи, которые мы должны вместе реализовывать. Как всегда, конструктивизм. Как всегда, задачи на будущее. Ну, наверное, как в будущем, как нам жить и работать. И как улучшить жизнь нашим татарстанцам. Я думаю, сегодня все ждут направления работы, которые будут на следующий год. Доброе утро. Проект Татарстанда. Скажите, пожалуйста, что вы сегодня ждете... Извините, мы заняты. А что вы толкаетесь-то сразу? Взял, толкнул такой. Грубиян. Доброе утро. Проект Татарстанда. Скажите, пожалуйста, чего вы ждете сегодня от послания Рустама Нургалиевича? Вот, смотрите, вот все на вас писали. Да нет, это неправильно. Все люди нашей страны, как бы, понимание того, как разрешится вся эта ситуация со специальной военной операцией. И как дальше нам перестраиваться в такое непростое время. Все по классике. Ну да, все по классике. Скажите, пожалуйста, что вы сегодня ждете от послания Раиса Татарстана? Исчерпывающие. Изменения развития Татарстана. В какую сторону? В лучшую. В лучшую. Ждем преемственности политики для этого года, для следующего года, да. Доброе утро, проект Татарстанда. А что вы так неприветливы к нам сегодня? Настрой к работе. А вы себе какие лично планы ставите на будущий год? Ну у нас на будущий год два больших мероприятия. Это игры будущего. Мы начнем с него год. Какие планы вы себе ставите на будущий год, скажем так? Сказ вам. Как-нибудь. Ну как сказать, деревни... Не могу сказать. Не знаю. Ну что ж, ну ладно, хорошо. Спасибо. У нас очень много планов. По всем направлениям. Вообще, самый универсальный ответ сказать очень много планов. И все. Ну у меня основные закончат строительство. Вы же знаете, я занимаюсь спалятилом. Строительство хосписа закончится, чтобы с Нового года запустить его. Потому что очень-очень много пациентов ждут нашей помощи. Будущий год. Это завершающий год в созыве Государственного Совета. И мне хочется, чтобы все депутаты, я в том числе, сделали все возможное, чтобы наши люди думали, что да, наши депутаты достойны. А какие себе лично вы задачи ставите на вот будущий год, скажем так? Есть личные задачи, есть в профессиональном плане задачи. Есть проекты, которые мы должны реализовать. У вас такой парфюм прекрасно прям стоит. Так вот слушаю, слушаю, так хорошо. А вот себе лично вы ставите какие-то задачи на будущий год, скажем так? Ну, конечно, ставим. Все хорошее, все прекрасное. А вот для себя лично, какие вы планы ставите на будущий год, скажем так? Только радужные. Радужные? Конечно, перспективные. Вот некоторые депутаты госсовета ставят себе радужные планы. Это законы вообще? Важный приоритет развития движения в школах, в образовательных учреждениях. Самая главная задача – это создание рабочих мест. Себе, чтобы больше было возможности реализовывать, реализовывать и совершенствовать законы, упорядочить бюджет. Радиза Республики Тарстан даст нам ориентиры на будущий год, а мы будем делать все, чтобы поставлены цели, задачи, выполнялись, избывались. Самое главное – быть оптимистом и верить в светлое будущее. Ой, меня только это спасает, если честно, вот тоже. Чем крут Татарстан? Татарстан сегодня является одним из передовых регионов. Чем крут Татарстан? Индивидуальности. Своей командой. Своим многообразием. Чем так крут Татарстан? Всем. Все, все, лучше не будет, лучше не будет всем. Раисам Республики. Такого ответа еще не было, спасибо. Логика очень проста. Если Раис прибыл на место, значит все уже должны быть по местам. Если это не так, то они просто опозданы получаются. Кто это сегодня? Опоздал. Тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры.